Здравствуйте, это Бит Новости видеоверсия. Прошедший год стал одним из самых насыщенных для биткоина и всей криптовалютной отрасли. В этом выпуске вспомним самые знаковые события. Биткоин дорожал за год. С отметки в 430 долларов он вырос более чем в два раза. И на курс влияли многие факторы. Выход Великобритании из ЕС, взлом биржи Biti Finex, уполовинивание, победа Трампа и, конечно же, контроль за движением капитала в Китае. Есть и другие причины, они связаны с биржами. Об этом нам рассказал технический директор одной из криптовалютных бирж Алексей Брагин. Еще случилось то, что те биржи, которые торгуют с плечом, позволяют торговать биткоин с плечом, ну то есть, допустим, фьючерсные биржи и прочее, на них произошло уже лавинообразное закрытие коротких позиций. То есть, что такое закрытие коротких позиций? Значит, надо покупать биткоины на рынке. То есть, принудительное закрытие коротких позиций, значит, покупка назад, buyback. Поэтому приходится покупать на рынке. И это, я думаю, что такой вот спровоцировал лавинообразный рост, когда, условно говоря, засыпаем, просыпаемся с утра по московскому времени и видим, что биткоин вырос на 50 долларов за ночь. В агентстве Bloomberg биткоин назвали самым высокодоходным активом. Многие аналитики прогнозируют его дальнейший рост. В недавно опубликованных шокирующих предсказаниях датского банка сообщается, что биткоин в 2017 году будет стоить 2000 долларов. 2016 год стал годом уполовинивания. В июле награда майнерам за блок была снижена вдвое. Напомним, с 2012 года вознаграждение составляло 25 биткоинов. После халвинга эта сумма стала равна 12,5 биткоинам. В течение года после предыдущего уполовинивания в ноябре 2012 цена на криптовалюту выросла в 100 раз. Следующее уполовинивание ориентировочно произойдет 2 июля 2020 года. В России отказались от введения уголовной ответственности за использование криптовалют. Отрезка отрицательных оценок государства перешло к обсуждению вопросов правового регулирования. Недавно в Госдуме члены экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции представители федеральных ведомств и научного сообщества обсудили разные варианты будущего закона. Большинство участников совещания пришли к выводу, что криптовалюта должна быть квалифицирована как товар. Поправки в налоговый кодекс начнут разрабатывать уже в 2017 году. Однако остаются и противники криптовалют. Следственный комитет по-прежнему называет биткоины денежным суррогатом и выступает за введение уголовной ответственности. Против криптовалют в этом году не раз высказывался подполковник Георгий Смирнов. Его знание имени создателя биткоинов вызвало массу шуток пользователей сети. Мы, кажется, даже знаем, кто был основателем вот этого... Да, Сатоши Накамора. Сатоши Накамора в своем обосновании криптовалюты пишет о том, что фактически отказ от золотовалютного привязки валют к золоту повлек некий кризис, некую волатильность на мировых финансовых рынках. Будет существовать определенный теневой сектор оборота вот этих криптовалют, которые наряду вот с легальной денежной массой будут фактически расширять денежную массу. И здесь такие последствия могут быть непредсказуемы, начиная от инфляции, гиперинфляции. В этом году значительно вырос интерес к технологии блокчейн. Международные финансовые компании инвестировали 1 миллиард долларов в ее развитие. И Россия тоже следит за международным опытом. В нашей стране был организован Центр разработки блокчейн-технологий. Центробанк объявил о тестировании проекта платформы Мастерчейн. К концу года технология добралась и до финансовой сферы. Альфа-банк совместно с авиакомпанией «Сибирь» провели финансовую сделку на основе блокчейна. Аналитики отмечают, что спустя 5-10 лет объем услуг, связанной с данной технологией, вырастет в 10 раз. Но пока во многих сферах идут только тестирование данной технологии. Интерес к блокчейну увеличился и среди людей, не связанных напрямую с IT. Появилось много различных сообществ в разных городах – Екатеринбурге, Перми, Челябинске. Об этом нам рассказал основатель блокчейн-ассоциации Сергей Беседин. В этом году появился ярко выраженный спрос на обучающие программы, как для общего ознакомления, так и для повышения квалификации разработчиков. Мы чувствовали эту тенденцию, подготовили и уже проводим курсы такого рода для всех желающих, а также начали реализацию совместного обучающего проекта с партией роста. Соответственно, как вы понимаете, это порождает следующий спрос – спрос на преподавателей, которых очень не хватает сейчас. 2017 год будет, конечно же, еще более насыщен знаковыми событиями. 2016 год – это и год становления эфириума. В этом году эфириум была одной из самых упоминаемых криптовалют наряду с биткоином. Были и победы, и проблемы, особенно после краха The Dow из-за некачественно написанного контракта. Напомним, что после первого хардфорка в июле появился альтернативный эфириум-классик, и многие эксперты считают его перспективным проектом и готовы инвестировать в эфириум-классик свои ресурсы. Специалисты фонда Estrade прогнозируют, что к середине 2017 года цена за эфириум может вырасти до 21 доллара и даже преодолеть эту отметку к концу года. В этом году наконец-то был выпущен Segregated Witness. Напомним, система отделяет подпись и перемещает ее из входных транзакций в отдельную структуру. Это позволяет решить многие проблемы биткоина и увеличить размер блока до фактических 2 мегабайт. Seguid несет много фундаментальных изменений, но они содержат и много рисков. Seguid реализуется с помощью софтворка, а это значит, что для его активации в сети 95% майнеров должны перейти на Seguid и совместимое с ним программное обеспечение. Биткоинеры разделились. Одни уверенный консенсус не будет найден, другие считают, что переход произойдет и, скорее всего, он будет осуществлен через хардфорк. У системы есть год для достижения консенсуса. Если решение не будет найдено, Seguid не будет активирован, а сеть биткоин останется в первоначальном состоянии. Однако неприятие Seguid приведет к замедлению внедрения дальнейших улучшений и расширений. Ведь система решает проблему пластичности транзакций и способствует развитию Lightning, который, в свою очередь, призван забрать пыль микротранзакций с блокчейна биткоина. В этом году в России открылись три пункта обмена криптовалют. Два в Москве и один в Екатеринбурге. Спрос на их услуги есть, даже несмотря на высокую комиссию от 3 до 10%. Как сообщают владельцы, в России все чаще стали расплачиваться с фрилансерами криптовалютами. Многие предпочитают обменивать их на рубли не онлайн, а через третьих лиц, перекладывая на них возможные риски. Декабрьский скачок курса биткоина привел к ажиотажу в обменниках. Под Новый год желающих обменять криптовалютой стало значительно больше. Пока российские биткоин-обменники – это физические лица, которые работают с клиентами в офисе через приложения и онлайн-биржи. В Европе криптовалюты меняют с помощью банкоматов. И, возможно, в будущем году такие появятся и в нашей стране. Информированность россиян о биткоинах за год выросла почти вдвое. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 года. Если в 2015-м в той или иной мере о криптовалюте были информированы 20%, то на сегодняшний день таковых 38%. Сейчас в сети насчитывается около 10 миллионов активных кошельков. Эксперты оценивают, что в будущем по крайней мере 15% населения планеты будут использовать криптовалюты, как сейчас используют смартфоны. И на сегодня это все. Поздравляем вас с Новым годом, желаем финансового благополучия и стабильного роста. Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова